Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я вам расскажу всю правду о участницах проекта Холостяк. О самых ярких участницах. За моей спиной ты оставила девушек. Одна из них мечтает о эскорте в Дубае. Вторая девственница оставит себя по сексуальности 10. Третья прыгает из проекта в проект. А четвертая, по сути, крысы. Третья, с этими строятся отношения серьезные. Начнем с Даны. Девочка, которая бегает с проекта в проект. И все просто кожнопарохожие, свертая увагу. Ну и что здесь плохого? Да, между прочим, Дана не единственная, которая бегает с проекта в проект. Алинка тоже была в X-Factor. Мне вообще прикалывает, как на проекте Холостяк или на постшоу, как выйти замуж, вычитывают девушек за то, что они пришли не за любовью, не за Холостяком, а за Славой. А зачем еще здесь можно прийти? Но это не значит, что девочки категорически не влюбляются в Холостяка. Для того, чтобы человек влюбился, нужно, чтобы люди открылись друг к другу. Для этого нужна благоприятная обстановка, романтика, уют, чувство безопасности. Максимально меньшее количество посторонних людей на съемочной площадке. Остается меньше операторов, один режиссер. Они все прячутся, и тогда у людей появляется романтика. Но и второй фактор, когда экстрим, когда адреналин, когда много ярких впечатлений, как у данных прыжок с парашюта, это тоже способствует тому, что люди влюбляются друг в друга. Проект Холостяк так построен на том, чтобы эти чувства возникали. Я не знаю, правда, насколько это морально, искусственно выращивать у людей чувства и показывать их. Но Холостяк же выбирает на первой вечеринке искренне. Ему же никто не подсказывает, выберет ту или выберет ту. Он сердцем выбирает. А как знаем, первое впечатление одно из самых сильных. Было непонятно, почему люди считают, скажем так, мы истерику доигранной и неискренней. И почему вы не верите в искренность чувств этой девочки? Да, у него действительно была истерика, почему бы и нет. Я, например, тоже довольно эмоциональная. И вообще, в любом случае, даже если тебе Холостяк не нравится, но если тебе он не дает розу, это обидно. Это как на утреннике Дед Мороз всем дал подарок, а тебе нет. Или даже внимание Холостяка. Даже если он не нравится, все равно ты за это внимание конкурируешь, потому что срабатывают простые человеческие факторы. Дед Мороз всем дал Rome. Продолжение следует...